Цена на квартиру Рамиса выросла почти в два раза. Сейчас он платит за жилье 25 тысяч, не считая счетчиков. Но еще пару лет назад аренда была 13. И это ему еще повезло. Новый ремонт, вежливые собственники и квартира в самом центре. Мне кажется, эта сумма многовато, и меня это не устраивает. Но хорошо, что у нас на заводе есть программа компенсации аренды жилья сотрудникам. Рамис бы и рад обзавестись своим жильем. Смотрит варианты на риэлторских сайтах. Но процентная ставка настораживает. Пока он решил снимать, ведь это гораздо выгоднее. Процентная ставка, устредненная, мы берем 21,5%. Платеж у нас выходит порядка 59,5 тысяч рублей. Вариант сэкономить на ипотеке все же есть. Льготные программы в помощь. Если процентная ставка у нас будет 6%, то платеж составит 26,2 тысяч. Это история не инвестиционная, но для жизни нужно рассматривать. Причина такого резкого повышения цен – высокий спрос. Желающих приобрести жилье и не залезть в долговую яму на долгие годы много. И не всегда попадаются хорошие арендаторы. Екатерине с этим не повезло. Желая заработать на аренде квартиры, она ушла в минус на почти 700 тысяч. А все из-за пожара, произошедшего по вине жильцов. Внушали доверие молодая семья с ребенком. И даже какое-то время после пожара абсолютно адекватно себя вели, общались полностью, признали свою вину. Потом, видимо, просто они поняли, что зачем нам нести ответственность. Екатерина уже сделала ремонт на свои деньги, ведь горе-арендаторы скрылись и не выходят на связь. Женщина говорит, что скоро будет суд. Екатерина сама юрист и понимает, как нужно действовать в такой ситуации. Главное при сдаче квартиры в аренду заключать договор. И лучше, если вам помогут его составить знающие люди. Проверять жильцов, конечно, стоит, но лучше сразу страховать свое имущество. Анастасия Зеленина, Ахсан Муфтахов, Артур Фазлеев, 31 канал.